Это место защищают сильнейшие воители, перешедшие из далекого материка, чтобы скрыться от черного проклятия. Последнее пристанище племени древних орудий – храм Гайферанси. Была реорганизована подземная часть храма Гайферанси, который находится к югу от столицы Камасильвии. Попасть в подземную часть можно через ход, который находится в надземной части, локации для охоты в группе из пяти человек. В отличие от надземной части, предназначенной для охоты в группе, подземная часть храма Гайферанси была реорганизована в одиночную локацию для сильнейших игроков с атакой 300 и выше. Древние орудия храма Гайферанси стали еще сильнее, поэтому рекомендуем данную локацию игрокам, которым привычны битвы с мощными монстрами. Битва с монстрами разворачивается вокруг усиливающей башни, находящейся в каждом помещении храма. Усиливающую башню Гайферансии окружаются огаменевшие древние орудия. Каждое орудие наполнено эмоциями, вызванными падением Гайферансии. При уничтожении наполненных эмоциями древних орудий можно получить следующие положительные эффекты. Прежде всего, уничтожив орудие Гнев, разрушитель Гайферансии, вооруженная огромной булавой, можно получить эффект с синей аурой волиостойкого воина, позволяющей нанести дополнительный урон монстрам, наполненным эмоцией доверия. Точно так же, уничтожив орудие доверия, страж Гайферансии с мечом и щитом, можно получить эффект с фиолетовой аурой «Мудрость исчезнущей славы», позволяющей нанести дополнительный урон монстрам, наполненным эмоцией подозрения. А уничтожив орудие подозрения жрица Гайферансии, использующие магии дальнего боя, можно получить эффект с красной аурой – молоток пылающего гнева, позволяющий нанести дополнительный урон монстрам, наполненным эмоцией гнев. После уничтожения древних орудий оставшиеся статуи призываются снова, изменив свои эмоции и местоположения, поэтому нужно всегда быть на чеку. По мере уничтожения названных ранее трех видов древних орудий, которые можно обнаружить рядом с усиливающей башней, башня продолжает наполняться эмоциями. С небольшой вероятностью в гуссе смешавшихся эмоций появляется орудие падения Палач Гайферансии. В этот момент орудия, наполненные эмоциями гнев, подозрения и доверия, деактивируются и начинается битва с орудием падения Палач Гайферансии. Одолев орудие падения Палач Гайферансии, можно получить эффект желтой ауры – падение забытого племени, позволяющей нанести дополнительный урон всем монстрам подземной части храма Гайферансии. После уничтожения орудия падения Палач Гайферансии, деактивированные древние орудия с эмоциями гнев, подозрения и доверия снова активируются. После их уничтожения орудия призываются снова, сменив свое местоположение. Помимо этого, в окрестностях усиливающей башни можно обнаружить орудия убийцы Гайферансии и отчаяние убийцы Гайферансии. Если уничтожить орудия отчаяния убийцы Гайферансии поблизости усиливающей башни, эмоции рассеиваются и появляются орудия фрагмента отчаяния убийцы Гайферансии. Уничтожая статуи в храме Гайферансии, можно получить пояс Тунра и ожерелье Тунра, кристалл Элькара, камень Кракдалора и другие предметы. Благодарим вас за внимание!